Добрый день уважаемые трейдеры и инвесторы, сегодня 19 октября среда, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип который как обычно вы наблюдаете за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня интересно, все валит, все валит, золото валит, вот несмотря на наши планы по росту, очень странное на самом деле движение. Ну начнем с того, начнем с того, что золото на своем падении оставило ряд очень качественных целей, то есть с одной стороны это был уровень 1714, вот и здесь был недобойчик небольшой, да, после проделок Листрас, да, собственно в выкупах облигаций. В принципе, что, немножко не дошли буквально до этого экстремума, каких-то там 500-600 пунктов, сдулись, да, потом трешка от этого не пошла, даже на инфляции, после того, как ее откупили, мы здесь пытались налонговать, вот я раза уже 3 цеплялся, вот в этой зоне, но не идет, не идет. Вчера тоже, кстати, были неплохие предпосылки для лонгов, вот, вчера был такой ложный пробойчик вот здесь, и здесь, собственно, плотность держалась, ну то есть, такие покупные плотности, они отрабатывались, вот, но не давали переха и сдувались заново. На Америке вчера, кстати, очень качественная была такая вот разворотная конструкция на минутках, мы смотрели с ребятами в чате пробой, потом выход и тест, собственно, вот этой плотности сверху, правда, два раза тестировали, но, по большому счету, при стопе там, ну пусть там в 300 даже давало под 600, но потом рыночек опять сдулся. Вот сегодня на Азии все это дело опять расторговалось вниз, после пробоя, после пробоя вот этого экстремума, нет, нет, собственно, это, по-моему, у нас октябрьский, да, уже, да, октябрьского экстремума опять была на Европе такая мощная откупка, вот, и я пытался здесь тоже взять трешку наверх, вот, в принципе, немножко потоптались, но опять сдулись, то есть, прям бакс жмет жестко, просто жестко жмет. Не дает купить, вот, цели неплохие, ближайшие цели, напоминаю, это 1653, вот, и, в принципе, логично было, что сложного пробоя могли сюда влететь, но не идет, не идет, на самом деле, потенциальчик здесь был хороший, за 4000, ну, при стопике, там, сколько, от полтосика даже, ну, при стопе в, ну, пусть даже в 400, потенциал 4000, 110, не идет, валит и валит, не знаю, где остановится, пока, пока, вот, вот, но очень странно, что золото на падение оставило столько-столько интересных долгов, на части, тем более, на части еще есть вот, вот эта двойная вершина, видите, то есть, идти и идти наверх, но почему-то пока не идет, не знаю, в чем это на данный момент вызвано, пока доллар укрепляется по всем фронтам, особенно в доллар и иене, вообще космос какой-то, банки Японии тут пытался, пытался какие-то провокации делать, обратите внимание, видите, шпилька раз, шпилька два, шпильки, вот здесь куча шпилек, и сейчас он тоже начинает давить, вот эти все хвосты, это, это все банки Японии делает, он пытается сдержать курс, вот, потому что у нас уже к 150 идет, уже немножко, и вот 150, я думаю, здесь будут какие-то мощные, мощные интервенции, вот, ну, ну что, золото пока, пока не идет, тоже мрачно валит, просто мрачно, где остановится, не знаю, скорее всего, я думаю, остановка будет, ну, как минимум на американской сессии, вот, потому что за сегодняшний день, ну, с учетом всех забросов, уже золото прошло 3700, 3700, вообще не дает никаких бычьих импульсов, ну, понятно, в принципе, покупатели, которые, которые были здесь на пробое, на пробое, вот, месячного минимума, вот, их вот здесь отстопило, и все, новых нет, новых не собрать, поэтому только продавцы, вот, и все, собственно, все летит пока в бездну. Очень странно, конечно, что золотишко не забрало свои цены, свои вот эти уровни, ну, возможно, готовят к какому-то любопытному сценарию, пока каких-то фундаментальных таких, вот, знаете, новостей вблизи таких, там, нонфарм, инфляции, там, и фомки даже в ближайшее время не будет, поэтому все валит просто на чистом баксе. Евро-доллар, евро-доллар тоже мрачно сдулся, и, кстати, прилетает, кстати, в зону поддержки. Еврик гораздо техничнее, чем золото в последнее время, и обратите свое внимание, если вы хотите выбрать какой-то инструмент для торговли один, возьмите, например, еврик и работайте с ним и в симуляторе, и, собственно, и в реальности. Кодов дает он, ну, за недельку, там, парочку даст, вот этого достаточно, я считаю, чтобы не распыляться. В принципе, свою трешку он отработал гораздо качественнее, чем золото, вот эту я имею в виду, мы в ней поучаствовали, забрали, вот пока новых, новых историй пока нету. Да, есть пробитые уровни, есть снизу тоже поддержки, можем подрасти, но пока каких-то сигналов я не вижу, то есть, вчера был у нас такой внутренний бар, логично, что он расторгуется вниз. Фунтик, фунтик тоже подваливает, но у фунта тоже остались цели, напоминаю, что вся вот эта обычая британская вакханалия, она еще не закончилась, то есть, вот эта мощная обычая волна, она не обновилась, и логично присматриваться к лонгам по фунту, может быть, чуть ниже, на более мелких таймах, но все-таки обновить вот этот экстремум, который мы не добили, и это, кстати, круглый уровень, по-моему, 1.15, да, 1.15, я думаю, он будет добит, вот, но хвататься за него нужно будет где-то пониже. Доллар иена, доллар иена продолжает семимильными шагами улетать в космос, ну, скажем так, напоминаю, что вообще весь этот тренд невероятный, просто невероятный, на 50% уже девальвация иены произошла, кто помнит, что такое девальвация, поставьте лайк под этим видео. Вот, ну вот, в столице передовых технологий в сентябре 21 года иена стоила там под соточку, а SAS сейчас стоит 150, это 50% упал курс. Банк Японии пытается что-то сделать, я вижу по графику его потуги вот эти вот, но ничего не получается у него. Возможно, он не сильно хочет что-то менять, Банк Японии, на мой сугубо непрофессиональный взгляд, потому что, потому что ничего не получается. Банк Японии, друзья мои, ничего не получается, потому что все, что он делает, мгновенно выкупается рынком. Видите, вчера была история вот эта, Швартова, ее сразу выкупили. И так было много раз, даже когда была самая мощная интервенция, вот здесь вот ее выкупили буквально за день, два, три, ну вот за недельку ее полностью выкупили. Все, и они просто перестали сорить деньгами, на мой взгляд. И сейчас ждут, наверное, 150, чтобы там поджахнуть. Возможно, вот в таком же режиме, как это произошло, вот здесь от 145, вот отсюда. Возможно, так. Возможно, так осталось буквально, сколько там, 149, 700, ну вот 300, 300 пунктов. Я думаю, что Банк Японии здесь вздрогнет, вздрогнет. Так, что касается наших кроссовых инструментов, которые в такие вот волатильные дни могут, могут нас подкормить. Ну, смотрите, канадец иена. В принципе, если иена будет ослабевать, то впереди у нас сеточка на пробое вершины текущего года. По франке иене та же самая история, вот, но немножко подальше. Тоже сетка лимитных продаж. Конечно, напоминаю, что кросс-курсы мы рассматриваем исключительно в рамках сеточного метода торговли. Что у нас еще? Канадец Франк перестал падать, но хотелось бы его купить в этой зоне сеткой. Опять же, 500 пунктов в шаг, но он пока здесь не разворачивается. Новозеландец, Канадец, друзья мои, скоро take profit. Вчера был хороший бычий денечек. Вот те, кто набирал его вместе со мной, осталось буквально, ну, тысяча пунктов, и можно закрыть сетку в плюс. Новозеландец Франк тоже бычит, вот, но здесь два сценария. Либо вы сбрасываете его в ноль, избавляетесь от этой сетки, либо вы героически держите до зеркала и становитесь богатым. Австралиец Канадец тоже пытается немножко прибодриться. Вот, ценники такие, что те, кто еще не набирал его в ланге, можете это сделать по текущим ценам, они очень хорошие. Те, кто купил, ждите зеркало 087300. Доллар-франк, обратите внимание, мощность американского доллара сегодняшняя, да, она давит на хая года, и это хороший повод начать набирать этот инструмент в шорты. Напоминаю, что последние волатильности долларовые довольно мощные. Смотрите, проходит по пятихатке в легкую. Поэтому, поэтому, если будете его набирать в шорты, делайте это шагом, ну, не меньше пятиста пунктов, вот, лучше тысячу. Австралиец Новозеландец, обратите внимание, как четко идет вниз после нашего набора сеток, и выход он уже прошел в полтора раза больше, чем вы выходили. Кто забыл закрыть сетку по Австралицу Новозеландцу, делайте это сейчас, станете богатым и немножко счастливым. Так, еврокады, еврофранки нас пока не интересуют, но обратите внимание, что все возвращается к своим зеркалам через какое-то определенное количество месяцев. Биточек у нас сдувается, так же, как сдувается у нас золото, все падает, доллар укрепляется, соответственно, биток ждет обновления минимума года. К бабке не ходи, я думаю, что это произойдет в ближайшее время, особенно на такой очень тонкой волатильности, которая происходит прямо сейчас у нас, друзья мои. Поэтому будьте осторожны, осторожны с покупками биткоина, со стопом за минимум текущего года. Это очень опасная авантюрка. Так, что касается нефти, вот нефть любопытна, если бы не экспирация, конечно, но в любом случае место классное. Обратите внимание, что на АС-4 инструмент начинает подзагибаться, я имею в виду вланги на фоне очень-очень сильного американского доллара. То есть, возможно, вот это движение вниз, оно связано именно с укреплением доллара, потому что инструмент торгуется как бы слегка за доллары, ну, так задумали после Второй мировой войны. И, в принципе, если доллар укрепляется, он наклоняет и золото, в том числе и нефть. Как только это укрепление перестанет действовать, то обычный спрос технически может вытащить этот инструмент наверх. Да, здесь он стоит на 38 фибе, но все равно ценники классные, 83. Вот я думаю, что под соточку вот мы можем стоить. Обратите внимание в вланги, но напоминаю, что завтра будет экспирация. Так, доллар-рубль пока никак. Доллар у нас падает к рублю, то есть ко всему он укрепляется, да, а к рублю он падает. Вот такие бывают чудеса, друзья мои. Так, S&P, NASDAQ потихонечку сдуваются. Напоминаю, что те, кто верит в какие-то супер-ланги по фондовому рынку, очень многие прогнозеры буржуазные пророчат рецессию вплоть до конца следующего года. Поэтому что значит рецессия? Это значит, как бы все будет падать, да, на простом языке. Поэтому, поэтому присматривайтесь к шартам. Все вот эти бычьи инициативы, я все это понимаю, но, к сожалению, и сезон учетности я тоже понимаю, но на такой инфляции ничего расти не может. И мы видим уже два дня какого-то, каких-то разворотных конструкций в рамках вот этой мощной шартовой тенденции вниз. Что в NASDAQ, что в S&P, что в DAX, кстати, DAX, видите, голову высунул за уровень и сдулся. Вот, я вообще не удивлюсь, что он улетит опять к своим лоям, вот, и обновит минимум текущего года еще не один десяток раз на фоне мирового энергетического кризиса, в который вляпалась Европа, и что с ним делать никто не знает. И столксик тоже, тоже, обратите внимание на шарты, на шартовые позиции именно в европейских фондовых индексах, потому что впереди слегка у нас зима. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Что у нас здесь? Так, 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 у нас 8 комментариев. А, это у нас тут некоторые, некоторые комментарии, да. Это точно, черно-белые медведи, это панды. Так, Алекс Галланд, так, добрый день. Когда хомячкам рассказывать, как космические корабли будут бороздить золотые? Так, пожалуйста, не забудьте упомянуть про цель снизу за 16 дней на уровень 1615. Ему надо знать еще рано про пена на дневках, тенденция к креплению доллара, тоже скажи. Так, спасибо. Значит, это что? Так, упомянуть про цель снизу за 16 дней 1615. Я так понимаю, что это золото, да? Давайте посмотрим 1615. Минимум за 16 дней. Что это такое у нас за 16 дней 1615? А, ну да, есть такой уровень, да. Но это просто одиноко стоящий экстремум. Это не уровень, это одиноко стоящий экстремум. Ну, уровни это, это уровень, это отрезок, который можно начертить минимум по двум точкам. Вернее, отрезок это линия, которую можно прочертить между двумя точками. Вот, поэтому у нас очень близко были точки вот здесь 1720, ну, фактически в линию, да. По, когда инфляция выходила, тоже несколько пипсов не дошла. И вот здесь тоже была двойная вершина, вот, буквально, буквально 2-3 пипса между ними было. Поэтому я считаю это уровнем. То, что вы говорите, что внизу есть цель, да, это одиноко стоящий экстремум. Это еще не уровень. Если цена к нему подойдет, не пробьет его, отскочит, это превратится в уровень, дорогой вы, наш Алекс. Так, в принципе, на этом у меня все. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.